здравствуйте дорогие мои зрители гости канала меня зовут ева и на этом канале я рассказываю о новостях туризма и своих путешествиях сегодня новость о вьетнаме почитаем какие они послабления какие ограничения сняли и как сейчас в вьетнам въезжать российскому туристу и так с 9 февраля вьетнам разрешил въезжать не только полностью вакцинированным туристам но и переболевшим коронавирусом гражданам россии без вакцинации ранее переболевшим въезд страну был запрещен вьетнам теперь признает российские сертификаты переболевшего с госуслуг документ необходимо предоставить в аэропорту по прилету во вьетнам в распечатанном и электронном виде сертификат должен быть скачан на английском языке с данными загранпаспорт несмотря на то что российский сертификат переболевшего действует один год ведь нам как практически все остальные зарубежные государства считают действительным такие сертификаты только 6 месяцев а конкретнее 180 дней с момента выздоровления поэтому туристы планирующий поездку во вьетнам должны обратить на этот срок внимание это же касается и детей подростков с 14 до 18 тоже такие же правила кроме того разъяснили вопрос со въездом ревакцинированных спутником light или любой иной российской вакцины кроме спутников и а также переболевших после перевивки у которых на госуслугах заменился qr-код вакцинированного на qr-код переболевшего то есть те которые вакцинировались а потом заболели у них сертификат поменялся уже соответственно они уже считаются переболевшими согласно текущим правилам для ревакцинированных россиян важно только одно чтобы сертификат основной двухкратной вакцинации оставался на момент прибытия действителен то есть нужно что прошло менее одного года в этом случае вьетнамским властям не важно чем был ревакцинирован турист можно и спутником light и другими вакцинами главное чтобы был действующий годовой сертификат вакцинации спутник ве то же самое относится к тем кто переболел ковидом после прививки если сертификат вакцинации действителен эти сведения они все равно у вас остаются на сайте госуслуг даже после замены основного qr-кода то въезд таким гражданам во вьетнам тоже разрешен и так пробежимся по правилам въезда на вьетнам по состоянию на 10 февраля для россиян правила въезда такие въезд разрешен взрослым привитым спутником и или переболевшим из документов нужны действующий сертификат вакцинации с госуслуг и сертификат переболевшего не более 6 месяцев дети до 12 могут въехать во вьетнам без сертификатов о прививке или перенесенной болезни если они сопровождаются вакцинированным взрослым непривитым но переболевшим с 14 до 18 вес тоже разрешен с сертификатом а вот детям которым уже исполнилось 12 но еще не исполнилось 14 во вьетнам пока что нельзя очень интересно то есть это для них самые опасные дети самый опасный возраст с 12 до 14 бедняжки им что теперь оставаться дома если вся семья поехала ладно все туристы любого возраста должны при регистрации нарез предоставить справку на английском с данным загранпаспорта об отрицательном пцр тесте на ковид сделан не ранее чем за 72 часа до вылетова видно нужна либо оригинальная справка лаборатории с печатью либо распечатанный результат тот же на английском с портала госуслуг далее следующий всем туристам любого возраста нужно иметь и быть готовым предоставить медицинскую страховку покрывающие лечение от ковид 19 на сумму не менее 50 тысяч долларов сша а вот а в европейские страны здесь 30 тысяч то есть это будет нем сколько дороже справочка такая вернее страховка перед вылетом туристу скачать и установить только одно мобильное приложение называется ps к вид на российские номера приложение не регистрируется поэтому аэропорту по прилете туристам вот необходимо купить вьетнамские сим-карты для регистрации в этом приложении примерно стоимость сим-карты 6 долларов можно купить на стойке annex тур это приложение необходимо для посещения магазинов и ресторанов в городе ну вот видите помимо того что нужно регистрироваться но это в принципе сейчас везде в стране прилетаешь страну получаешь киар-код у нас иностранцы если в россию приезжают тоже наверное регистрируется а здесь еще надо сим-карту купить ну вот как-то не очень конечно они это все продумали могли бы сделать эти приложения чтобы любой мог зарегистрироваться по любому номеру ладно следующее по прилету во вьетнам нужно будет заполнить медицинскую декларацию здоровья для иностранных граждан здесь название идет я напомню как всегда ссылочка будет на источник информации внимательно все читайте изучайте переходите анкеты будут выданы в аэропорту сотрудниками annex тур туристы заполняют анкету самостоятельно следующее в этой анкете на каждого туриста включая детей в том числе и вписанных паспорт родителей потребуется две фотографии размером 4 на 6 черно-белые или цветные эти фотографии необходимо сделать до вылета но если забыли можно потратить драгоценное время и задержав трансфер также можно сделать по прилету во вьетнам примерно стоимость 5 долларов сша на человека позже мой еще в анкету еще какие-то фотографии загружать так если бы загружать эту бумажные фотографии то нужно анкета вам выдается annex тур выдали бумажные анкеты вы их заполнили еще и надо фотографии туда вклеить это вообще что-то сложное какое-то я такого никогда не видела не проходила какие-то бумажки заполняешь что или иной стране но чтоб еще и фотки туда вклеивать по 2 ладно следующие тесты по прилету в аэропорту отменены тем не менее в первый день всем туристам делают экспресс тест на антигены в отеле бесплатно слава богу при отрицательном результате этого они могут а свободно пользоваться всей инфраструктурой отеля пляжем и прочим на третий день все туристы сдают пцр тест в отеле бесплатно но хоть за это деньги им берут это хорошо следующее если пцр тест на третий день отрицательный туристы могут въезжать в город кафе магазин рестораны при себе иметь необходимо копию своего загранпаспорта сами паспорта до момента вылета забирают в отеле документ об отрицательном результате теста выдается отелем необходимо запросить его на ресепшн и последнее если пцр тест на третий день положительный то турист будет изолирован в номере причем вместе с сопровождающим ее лицами по ваучеру все кто вписан ваучер повторные тесты таким туристам проводятся каждые два-три дня как самому так и остальным которые были с ним в контакте и оплачиваются дополнительно то есть уже за свои денежки вам будут делать тест стоимость такого пцр теста 35 долларов сша на человека немало немало если посчитать так 35 доллар сейчас где-то 76 будет не помню 2660 у нас дешевле в челябинске пцр тест у нас где-то 1700 1900 2660 получается в рублях для покрытия расходов турист положительным тестом должен связаться со страховой компати и зарегистрировать случай а то есть страховая будет оплачивать нужно связаться и они уже направят туда куда нужно и оплатят однако для контактных туристов находящихся с инфицирован на карантине у которых отрицательный результат теста страховое возмещение не предусмотрено вот видите самому у которого положительный тест еще оплатит страховка остальным нет но это очень и очень накладно я считаю и так если вам это видео понравилось поставьте лайк если хотите еще получать от меня информацию и новости то вам необходимо будет подписаться нажать на колокольчик всем вам здоровья счастья отличных путешествий оставайтесь со мной всем вам до свидания